Продолжение следует... Дети разговаривали. Еще раз хочу вам напомнить, что у нас по факту... Ну вот у нас есть две системы. У каждой системы есть стек протоколов, да? Смотрите себе, и гип. У нас, как получается, что наши протоколы общаются на своем уровне между собой. Протокол, накладной уровень, накладным уровнем, сеансовый уровень, сеансовым, транспортный, транспортным. Но при этом, если у нас приложение одного компьютера хочет подставить данные в приложение другого компьютера, у нас проходит полностью через весь стек протоколов. У нас приложение один. Он сначала идет на уровень прикладной. У него здесь какие-то данные инкапсулируются. У него получается хвостовик и начало прикладного уровня. Дальше спускается на представительский уровень. И каждый уровень добавляет свои... Заголовки по-русски. И для каждого уровня заголовки и данные вышестоящего уровня – это просто как бы данные. Да, ему пофигу, что тут, в принципе, большому счету ему все равно, что на уровне выше, да? Он их считает просто данными. И здесь получается у нас так называемая инкапсуляция. Когда у нас к данным верхнего уровня прикладываются заголовки нижнего уровня. И по факту, получается, мы снижаемся, снижаемся, снижаемся. Каждый уровень прикладывает свои заголовки. Доходим до канала передачи данных. Все здесь у нас уже физический уровень. Канал передачи данных по факту мы передаем там уже нолики, единички. И когда это передалось уже, да, на другом компьютере у нас проходит обратный процесс, да, что мы добрались от физического уровня сначала, как бы нолики, единички. Потом он отбрасывает заголовки физического уровня, переходит на канальный уровень и так далее. Он как бы заголовки отбрасывает и постепенно у нас добирается так, что до приложения. Как бы поднимается вверх по стеку протоколу системы. Я, в принципе, в прошлый раз это рассказал, но хотелось еще раз показать красивую картину. Так. Вперед. Маленькая сеть. С малазернет-бейс 2. Здесь показано, ну, это уже основа LAN-сетей, безернет-сети. Вначале у нас как было? У нас были коаксиальные кабели, и все компьютеры соединялись одним большим кабелем. Ну, там, конечно, единики были, да, но по факту они соединялись в одну большую шину. Да, забываю иногда слова подсказывать. В одну шину, ну, потому что я это немножко рассказывал, уже вы должны помнить все это дело. Так, в одну шину объединяются, вот, и получается, что у нас один компьютер говорит, все компьютеры слышат его. Но это ни разу неудобно, потому что, как бы, в один момент времени у нас может говорить только один компьютер. Если второй компьютер начинает что-то говорить, ну, как бы, как, он, получается, перед тем, как сказать, мы слушаем среду, да. Если у нас тишина, никто ничего не передает, компьютер начинает передавать данные. Одновременно, вот, допустим, у нас ничего здесь нет, у нас и Archie, и Bob могут начать одновременно, примерно, да, данные передавать. Соответственно, у нас получится коллизия, как бы, да, данные перемешаются, ничего не понятно, что там происходит. Тут у нас в силу вступает протокол TSMA-CD, протокол предотвращения коллизий по-русски, предотвращения и контроль коллизий. Суть протокола в чем, что, когда мы понимаем, что у нас происходит какая-то фигня, ну, то, что у нас произошла коллизия, оба, все компьютеры говорящие, да, они на случайный промежуток времени замолкают, ждут освобождения среды, и у кого первого, ну, как, время кончается, да, он начинает говорить. Если все в порядке, значит, постепенно начинают все говорить. Вот, но это, конечно, не очень хорошо, потому что, ну, мы не можем предотвратить полностью, как бы, да, потому что у нас вот это вот называется один большой домен коллизий, когда у нас все компьютеры слышат друг друга, да, и все друг с другом могут вступать в коллизии. Этернет-10ВСТ придумали что? Придумали хапы. Хапы-то что такое? Это, да, это просто концентратор, да, потому что у меня как-то как-то английского просто. Вот, он принимает на одном, рассылает на всех. По факту то же самое, да, но получается просто это как-то центральное устройство, да, что у нас нету, ну, единственное, более удобно, как-то, да. Вот, но чтобы с этим бороться, нас придумали... А, здесь еще про линьки, да, что, про кабели, какие у нас бывают. У нас бывают кабели прямые и кабели обратные. Причем, ну, кабели, которые мы соединяем как-то компьютеры между собой, компьютеры и маршрутизаторы, и коммутаторы, ну, все тут устройства, да, интернет-кабели. А... Получается, что у нас прямым кабелем мы соединяем устройства, которые принимают на разных портах, а передают тоже на разных. И принимают, и передают на разных. Получается, что у нас компьютер как-то передает на пар... Даже не на портах, да, а на контактах, да, на паре проводов. Даже так правильнее, потому что... А, вот, пар, ну, нет. Получается, у нас... На четыре пары, в Ethernet 10 и в сотке, да, в Ethernet... И мы, получается, по первым и вторым проводам, по первой паре, мы передаем с компьютера, да, хаб принимает. Транслирует, соответственно, мы принимаем... Компьютер принимает третьи и шестой провода, да, а хаб транслирует на третьем и шестом проводе. Значит, мы его соединяем просто прямым кабелем, да, и все у нас хорошо. Перекрешенный кабель применяется для устройств, которые... Соответственно, он передает на третьем шестом, да, и этот тоже, получается, передает на третьем шестом коммутатору. Они оба передают на одних и тех же контактах, соответственно, чтобы они друг друга поняли, да, нам надо кабель перекрешенный, перегрешенный. Вот. Да. Это обозначение хабов, ну, к СССР. В принципе, здесь ничего сложного нету, да, в этих перекрешенях прямой, вы просто, по факту, когда готовите провод, ну, как вы когда соединяете устройство, вы просто берете там схему обжимки, да, и просто пластременно все делаете. А, ну, а с компьютером, вот, здесь было написано, что здесь компьютер, а здесь хаб. И у них прямой провод, как-то, между хабом и компьютером. Ну, да, по факту, по факту, сетевые карты уже сами все понимают. Ну, все равно рекомендуется, как, во-первых, это надо знать, как бы, да, что такие бывают, да, и рекомендуется все равно соединять, лучше соединять правильными проводами, да, чтобы у нас не могло быть в этом плане проблем. Вот. Небольшая сеть. Что мы компьютеры, получается, соединяем прямыми кабелями, компьютер и свитчей, ну, коммутаторы наши. А между коммутаторами мы уже с этим, как перекрещенные кабели используем. Ну, здесь получается несколько, ну, как, две сетки небольшие. Концентратор. Концентратор, ну, там были на картинке, да, у нас концентраторы. Ну, что делать, да, он принимает на одном порту, пересылает на все порты, кроме того, с которого принял. Концентратор обратует общую шину, соответственно, здесь возникают коллизии. На этой, про это у нас уже говорили, в прошлый раз. Ну, вот он, получается, как здесь процесс у нас происходит, да, что, допустим, первый, ну, PC2 посылает, он также, вот циферка 2 обозначена, что он присылает же на, есть такой называемый интерфейс, петлевой интерфейс, интерфейс обратной петли, да, там, адрес 127, лукбэк, ну, да, несколько названий, 127.001, как бы, да, он сам себе, получается, пересылает. Под циферкой 3 у нас коммутатор получил, под 4 он пересылает все остальные устройства, и под 5 они, как бы, все получают. Это в лучшем случае, как бы, у нас никаких коллизий нет, вот у нас одно, вот, PC2 у нас что-то передает, и все остальные получают все в порядке, в принципе. Вот, может быть, такое, то есть, ну, по факту я там рассказал уже на той картинке, что несколько устройств одновременно возникает корризия. Чтобы этого избежать, у нас появились коммутаторы. В принципе, он, наверное, выглядит физически так же, да, но у него, он более умный, он понимает, что нам, он, так сказать, он работает на другой модели, на другом уровне, да, что если у нас концентратор работал на первом уровне модели CPI-ки, да, он передавал только, ну, физически, там, да, вот эти байтики и битики, он там, ну, мог усилить их как-то, да, и все. Этот уже коммутатор заглядывает выше. Он видит заголовки, он понимает макадреса и понимает, кому, какой, ну, какое устройство подключено к какому порту, и, соответственно, он может уже передать именно со своего портана, которое пришло, коммутатор может, ну, как не может, он даже делает, он кэширует фреймы, он просто понимает, что, как бы, что это одно и то же устройство, что не надо одновременно пересдавать на один и тот же порт, да, он их, ну, по факту, можно сказать, запоминает, да, где-то у себя в памяти и передает последовательно, чтобы не возникала коллизия. Скорость работы такой сети с коммутаторами сразу возрастает, потому что у нас, ну, соответственно, коллизий становится меньше, и если у нас коммутатор сотка, то можно сказать, что он 100 мегабит обеспечивает на каждый порт. Да, если у нас был концентратор, он обеспечивал 100 мегабит в общем, да, это получается, что на все вместе порты он обеспечивал 100 мегабит, а этот, а этот аккумулятор, получается, если он, допустим, там, 12-19 портов там и по сотке на каждый порт, значит, там 1200 получается, да, в общем, обеспечиваем. В общем, обматывается в мокации, в зависимости от того, что он просто обматывается, ну, он может уже 7200 проводится, а, попробуйте ли, может быть, 500, то есть, на остальных каких-то, что ты теряешься, а ты не шоу, а ты не шоу, а ты не шоу, а ты не шоу, а ты не шоу. А, хорошее дополнение, я не знал. А для всех? Сейчас существует дешевый коммутатор, у которых есть такой премьер, как матрица-коммутация, это сколько данных он может передать в один момент времени, если все порты начнут друг друга передавать. На больших промышленных коммутаторах это предусмотрено производителям, и там она гораздо больше, чем пропускная способность портов. На дешевых коммутаторах обычно ставят матрицу в два раза меньше, чем пропускная способность всех портов. Соответственно, в этом случае, перед пакетом будем просто трогаться. Спасибо. За дополнение. Соответственно, дальше про коммутаторы. Так как коммутаторов у нас не возникает по факту коллизий, соответственно, мы можем одновременно по паре проводов одновременно и принимать сигнал, и одновременно передавать. Это называется туплексный режим работы. По факту в таком режиме работы у нас по алгоритму CSMA CD отключается вообще. Ну, как бы он присутствует, но он отключается, да? И скорость возрастает сразу в два раза, считай, что он и передает, и принимает сразу. Режим работы. Структура одноадресного изернет-адреса. Вообще, что такое изернет-адреса? Это вот, я там чуть-чуть упоминал это, да? Что это физический адрес интерфейса, это MAC-адрес, это, как его еще там называют? Local-адрес? Нет, да. В общем, там, нет, да? Физический. Физический. Физический, физический, да. MAC-адрес, как там его еще подвискнут, это прошитый адрес. В общем, ну, это все одно и то же. Это MAC-адрес указывает нам на один, ну, MAC-адрес принадлежит к тому порту и задается стандартным производителем. По идее, MAC-адреса должны быть все полностью во всем мире, там, не повторяться никогда. Ну, да, да, бывают такие случаи, но косячит. MAC-адрес состоит у нас из двух частей. И это, ну, по-английски, Organization, Unique, Identity Buyer. Ну, в общем, у нас получается как. Первая часть у нас MAC-адреса 24 бита, это MAC-адрес, эта часть принадлежит вендору, производителю нашей сетевой карты, да, ну, или устройству сетевого. Оно у каждого вендора свое, и, соответственно, мы даже можем иногда по MAC-адресам, ну, как бы, мы знаем, что это за вендор. Наверное, видели там, да, когда что-нибудь смотрится, там в сети какая-то, ну, программка, и она говорит, да, вот это вот я знаю, это вот D-Link, да, или вот это вот еще там Ubiquity какой-нибудь. Они как раз определяют, да, вот именно по первой части нашего MAC-адреса, потому что это, ну, уникальные адреса каждого производителя. А дальше они уже задают вторая часть. Они задают уже, как бы, каждый производитель уникальный свой адрес. Так, вторая часть для каждого устройства. Соответственно, у нас адреса не должны вообще, по идее, в мире повторяться. Ну вот. Наверное, все про Ethernet-адреса. Форматы заголовков Реймов. Сейчас у нас используется Ethernet, это IE 800-2.3 в ревизе 97-го года, да, последний у нас, самый нижний. Вот. Состоит заголовок Ethernet у нас из нескольких полей. Это преамбула, SFD, это разделитель сейчас я посмотрю. Указатель начала фрейма или разделитель начала фрейма, да, потом, ну, destination, это адрес назначения, да, source, это адрес откуда ушло. Дальше у нас либо длина, либо тип. Дальше data, ну, данные. И уже по-русски консервика вот так вот. Контрольная сумма фрейма. Так, здесь я все, в принципе, рассказал. Прям была там последовательность чисел просто, да, что используется для синхронизации там определенные числа, чтобы было понятно, да, что это, как бы, начало уже нашего фрейма. Не-не-не, это последовательность там, что 0, потом 111, потом 0. Это значит, что, типа, начало, ну, как сигнал о том, что мы начинаем передавать что-то смысленное. Здесь, что интересно, данные у нас могут быть вот написаны в бальтах от 46 до 1500. Это так называемый МТУ. Maximum Transmission Unit. Очень любят на всяких экзаменах и много где это спрашивают, типа, что это такое. Для Ethernet-а МТУ 1500 байт мы можем передавать как бы в одном пакетике, получается, да. Вот, соответственно, мы можем его менять и уже можно, например, использовать для проверки сети его или пытаться, там, если МТУ делать меньше, значит, у нас пакетики будет меньше, там, да, пытаться как-то настроить все это дело. Ну, и МТУ 1500 это стандартное значение как-то для Ethernet-а. Мне кажется, это надо помнить. Ну, так, дальше, что у нас так, у нас здесь есть поле длина или тип, да. Мы используем, чтобы просто поле вверхлежащие уровни должны же понимать примерно, что у нас там за данные должны понимать. Соответственно, у нас есть поле Type и мы указываем в этом поле, что у нас дальше идет. как бы, да, там тоже какая-то могу даже книжку посмотреть, чтобы чтобы интенсифицировать наши, именно то, что мы передаем наши данные, какие-то. Сейчас я точно скажу. там под линейной протоколом можно узнать, что за способ передачи данных, например, в 802.3 или в 702.2, в постартаменте в triple-e. Расскажем. Либо... Нет, я стесняюсь. Либо IPX, который создал Intel, Xerox и кем-то еще на прочем родатые годы. Он до сих пор еще где-то используется. Суть в том, что рассказывают цифру. Так, в общем, все. Это просто более ранние стандарты. Это то же самое. Да. Там еще добавились со временем 802.3 AF, 802.3 и много-много тех, которые собрали единые комментарии. В другую сторону пойдет. Без рот. Ладно, в общем, значение уже этого типа посмотрите книжки там. Я думаю, это... Читайте лучше запомнить остальное. Так, это я сказал. А, соответственно, snap-заголовок, да, что мы можем же получать здесь либо тип, либо длину указывать. Если мы указываем длину, что у нас там находится, то, соответственно, тип-то мы тоже должны где-то указать. И у нас добавляется еще один хедер еще одного уровня. У нас есть так называемый это вот самый нижний уровень TCPIP, да, у нас разбивается на MAC уровень и LLC. Соответственно, вот этот вот хедер это относится к MAC уровню, а здесь у нас идет LLC под уровень. Здесь как раз у нас есть поле Type, сейчас я нарезаю. О. Которая как раз и указывает, что за тип у нас там присутствует данная. Дальше. пример локальной сети между двумя данными. А, это вот уже WAN. Видите? Давайте сделаем перерыв. Да, небольшой. Нам покажем, покажем коммутаторы, мы принесли как раз, кому интересно присмотреть. Мало ли, кто-то не видел, наверняка интересные есть люди. Мне кто-то в прошлый раз подходил ко мне распечатать. Предлагали там что-то распечатать, там девушка ко мне подходила. И было ладно. Я нашел методичку клевую, где надо цифровой формат перевести и тогда уже там учат практики. Поможешь мне? Мы можем по адресу обращаться к одному устройству, соответственно, потом к группе устройства и широкое участие это значит на всех посылать пакетов. Для чего? по адресу есть группы, есть группы, есть группы, по свадьбе. Ну, я говорю, группы. Я сказал, группы. Я сказал, а, я... сейчас. Сейчас. Я целый не хочу. Все. 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 Да, три вида групповые на всех и на одного. Получается, три вида марк-адресов. Пакет. Пинал. Пакет. Пинал. Сейчас будет переключал на точку. Так. Говорили, говорили. Ага. Это у нас уже в ванной сети. Пример локальной сети между двумя зданиями. Ну, уже такая же картинка. Как бы, если у нас два здания недалеко, рядом, там, или в одном здании, там, да, или два здания ближайших, там, как-то кампус называется у них по-английски, там, кидаем Ethernet провод, есть даже специальные уличные провода, там, да, усиленные, в принципе, нормально все работает. А, кстати, да, маленькое уточнение, что про ванн-сети мы будем разговаривать не, ну, вот, наверное, на этой лекции, да, сейчас, не в смысле, там, ну, как бы, не в широком смысле, а в смысле в сети, ванн-сети с точки зрения компании, да, одной, когда мы связываем несколько офисов между собой. Про более широком смысле мы потом еще поговорим. Вот. Так, Ethernet, да, есть, ну, небольшое расстояние мы можем кинуть просто Ethernet, как бы, уличный, и все будет работать нормально. А если у нас уже очень далеко, там, да, там, тысячи, как-то, как-то, или написано, там, ну, два филиала компании, очень далеко, соответственно, мы, даже если мы могли бы, там, какой-нибудь, были бы такие кабели, там, да, это все равно, чтобы каждый, там, шел, там, со всеми, надо договориться, там, да, все это перекопать, это, никто таким не занимается, нам предоставляют услуги, так называемые провайдеры. Есть провайдеры услуг, ну, еще как-то, другому называют, в основном, провайдеры, у которого мы покупаем, арендуем полосу пропускания, который связывает где-то, ну, два наших офиса наших компаний. двухтысячная вытяненная линия. Ну, мы немножко про старые технологии сейчас поговорим, да, чтобы, ну, в принципе, понимать, и все равно, говорят, я сегодня тоже навел справки, мы будем говорить про протокол PPP, HDLC и протокол фрейм релэй, так называемые. Вообще, в основном, они использовались, ну, самый такой расцвет был в 90-е годах, когда-то, когда-то все это появлялось, все хотели там распределенные сети строить для своих компаний, вот, еще даже в 2000-х годах они где-то у нас еще в России были, и до сих пор они используют еще в США, можно их встретить по факту, что, ну, сейчас уже, как бы, все, ну, это довольно старые технологии, все от них уже уходят, сейчас уже строятся там, VLAN, да, что там, и BPM, и так далее, потом еще поговорим тоже, правильно, все, так, компоненты, терминология, значит, у нас есть, что, у нас, если мы покупаем какую-то линию провайдера, у нас сразу появляется, что, несколько видов оборудования, у нас есть оборудование пользователя, да, ну, гарантийный R2, наши маршрусизаторы на разных концах наших площадках, ну, на двух наших площадках, у нас есть CSU, это, модуль подключения, да, ну, сейчас, наверное, тоже их уже не особо используют, но, в общем, раньше они такие, где мы были, и есть еще такая демаркационная точка, так называемая точка демаркации, точка разделения полномочий, ну, с юридической точки зрения, да, где прилегают эти границы, как бы, да, это наше оборудование, где не наше оборудование, соответственно, она может сдвигаться в зависимости от того, кому принадлежат вот эти вот модули CSU, да, они могут быть встроены в этот, наши маршрусизаторы, и, соответственно, нам принадлежать, могут провайдерам предоставляться, ну, соответственно, у нас, если они нам принадлежат, у нас точка демаркации вот здесь он будет, да, если провайдером, то она уже, получается, сюда сдвигается, что, что это наше оборудование, это оборудование провайдера. Телко – это телефонная компания, сокращенная. Получается, мы, как я здесь кратенько, подключаемся, наш мушетизатор подключаем по специальному интерфейсу, сейчас это даже покажу, к этому модулю. И дальше уже телекоммуникационная компания проводит свои провода, втыкаемся в наш модуль, и они уже дальше в себя в андсвичи втыкают. И как там все у них происходит, нас это не волнует в принципе, потому что у них там свои технологии, это немножко уже не наше дело, но нас в принципе не волнует. Главное, чтобы все работало. Последовательные подключения. Вот как раз этот модуль ЦСУ-ДТУ. У нас на мушетизаторе есть, да, и в зависимости от этого модуля, мы выбираем просто проводочек, которым мы там соединим наш мушетизатор с этим модулем. И то же самое, мы просто выбираем проводочек, который подходит к этому модулю, нам не надо задумываться о чем-то там, какая там скорость, еще там чего-то. Они будут разные спецификации, в зависимости от наших модулей и от того, что мы хотим. Соответственно, у нас как есть, то, что у нас последовательное подключение, соответственно, у нас должен быть, у нас есть так называемая тактовая частота, с которой, ну, частота, с которой передается информация, да. Мы должны подбирать зависимость, ну, чтобы она у всех участников передача была одинаковая. Мы ее должны подстраивать под скорость. Соответственно, у нас должен быть устройство, сдающее тактовую частоту, и устройство принимает, ну, как ведущие, ведущие ведомые устройства, да, которые одни сдают тактовую частоту, другие принимают просто и подстраиваются под нее. Соответственно, термины, ведомые устройства, это DTE, Digital Terminal, что-то там, не помню перевод. Эх, картинки по-английски неудобно. Коля, я упустил мысль, это вообще про что все? Про ван-сети. Это какое-то специальное особое оборудование, что это? Да, это старые протоколы ППП, да, да. А, то есть, оно сейчас все используется? Я тебе сказал эту историю, что это используется в основном в 90-х годах, сейчас, в тысячных годах, что даже где-то было, и в США до сих пор еще можно его встретить, поэтому все равно надо про это знать. Терминологию вот этого вот DTE, DCE, как бы, все равно надо знать. А вот TX или X? Да. Кабель обозначен по первой передаче. Прием? Да. Четыре передачи, четыре приема. Ну, как-то по одному, как говорите. Так. Спили меня в смысле. Значит, у нас есть устройство, да, которое... DTE – это ведомое устройство, DCE – это ведущее устройство. Соответственно, здесь показан пример нашего соединения для лабораторной работы, да, по факту, что у нас здесь просто два кабеля, они между собой соединены. Вот. Здесь у нас нету этого оборудования, да, вот этого ССУ-ДСУ, этого модуля. Мы просто два маршрутизатора вместе с собой соединили. Соответственно, для одного у нас кабель DTE, для другого – DCE. Ну, чтобы все это заработало и поднялось, нам надо, ну, чтобы кто-то генерировал, как бы, да, этот сигнал. Мы на одном маршрутизаторе просто указываем клокеры TLC. Самый первый протокол, который использовался для построения ванн-сетей, и он придуман по факту, как правильно сказать, что. Cisco доработал по протоколу HDLC, и его стало, можно стало использовать благодаря компании Cisco, да, это когда они сдали пропиентарный протокол, сделали, это вот, его стало можно использовать для построения ванн-сетей, потому что они добавили туда просто это, поле type данных. Совершенно простой протокол, ничего здесь не надо, потому что у нас, по факту, что такое у нас вот эта вот ванн-сеть, это у нас выделенный проводочек, да, который соединяет, ну, там, конечно, как-то у провайдера проходит, да, но по идее он просто соединяет два наших разных офиса, соответственно, у нас нету никаких IP-адресов, ну, в смысле, они есть, но, как бы, два устройства, да, мы можем просто, как бы, в эту линию что-то передавать, какие-то данные, да, и мы понимаем, что другое устройство их примет, у нас нету других получателей, по факту. Вот здесь есть, там, типа, адрес, да, ну, как бы, адрес остался совсем-совсем пережиток еще, когда они, там, провайдеры умудрялись к одному, к одному, ну, не кабелю, конечно, но к одной нашей сети, в общем, умудрялись подключать там несколько устройств, и вот с тех пор это осталось, а по факту, да, это протокол точка-точка, как бы, да, и, ну, мы же, когда, вот, это просто похоже на разговор, как бы, да, двух людей, просто, да, мы сидим друг напротив друга, если я говорю, как, ну, человеку, он понимает, что это я ему говорю, что мне не надо говорить, послушай, там, здравствуй, ну, как-то, и обращать на себя внимание, да, там, ничего не надо, вот, он и так поймет, что это я, соответственно, это совершенно простой протокол, ну, конечно, здесь есть у него, так же, поле FCS, которое, ну, проверяет на ошибки, и так же, как в протоколе Ethernet, у нас, если какие-то ошибки, он просто дропается, и все, как бы, мы не обрабатываем на этом уровне никаких ошибок, а обработку ошибок мы кладем на более высокий уровень, обработка ошибок занимается, там, TCP, UDP, и, ну, здесь, там, все ровно. Сбрасывается, в смысле, ну, отбрасывается просто пакет, если мы понимаем, что, ну, там, что-то с ним не то, мы, как бы, все, не забываем про него. Да, да, просто откидываем, и все. Замечательный протокол, все хорошо. А, ну, протокол PPP, я даже, даже картиночки про него нету, потому что протокол PPP, по факту, это, он вырос из протокола HDLC, вот, и, ну, он был немножко доработан, протокол HDLC, и просто прикол в том, что HDLC, это пропередарный протокол, и мы можем, ну, по этому протоколу такое устройство CISCO может доработать. Если мы захотим соединить CISCO с какими-то другими устройствами, да, они друг друга просто не поймут. Вот, соответственно, ради этого, там, несколько лет спустя, был придуман протокол PPP. Вот, по факту, он то же самое повторяет, практически, один в один, но там, то, что он был более поздний, там, у него включены какие-то дополнительные фичи, вот, ну, в смысле, какие-то, там, плюшки, вот, фичи, плюшки, был прощен, он был улучшен, вот. Ну, в общем, а так, по факту, то же самое. И, ну, PPP, так как это протокол открытый, как бы, да, что все устройства на этом протоколе могут между собой говорить, ну, в смысле, общаться, и мы можем их соединять между собой, и вне зависимости от того, какие провайдеры, устройства, там, они все должны его понимать. Это, конечно, хорошо. А дальше у нас получается, что у нас вот все хорошо с этими протоколами, да, но если у нас растет количество, ну, компания расширяется, количество офисов у нас растет, получается, неудобно. Допустим, у нас вот даже уже вот несколько офисов, у нас вот три офиса здесь показано, мы в головном офисе, получается, должны купить уже два модуля ССУ-ДСУ, да, подключить уже две выделенные линии, на каждой площадке еще раз купить эти модули, вот, и уже все это соединить. Ну, хоть, что и будет все работать, эти удаленные площадки тоже будут друг друга видеть, как бы, да, все это одна получается. Ну, ладно, там, если у нас два, еще ничего, а если три, там, десять, там, да, что мы, там, мы не будем, там, ну, большое количество модулей покупать с ССУ-ДСУ неудобно. Соответственно, когда начался вот такой вот большой рост компаний, уже выдумали так называемый протокол, протокол фрейм-рилей. Здесь фишка в чем-то, что мы избавляемся от этих модулей ССУ-ДСУ, да, и мы, по факту, для каждого мастератора, для каждого нашего офиса мы проводим в одну линию, да, линия, которая соединяет нас с провайдером. У провайдера уже стоят свечи фрейм-рилей, вот, которые там, между собой, уже разруливают. Вот, все это делают. И, соответственно, нам, вне зависимости от того, сколько у нас площадок и сколько у нас чего, мы там для каждой площадки покупаем просто одно подключение, а один модуль. Все. И по факту у нас получается, что у нас строятся между площадками уже не физические подключения, да, а виртуальные подключения. Мы можем этих виртуальных подключений понастроить несколько, что у нас вот несколько площадок мы подключили, и здесь вот тоже показано, что физически одно подключение, да, а логических уже два. Они, получается, физически подключены, ну, как одним подключением, получают к провайдеру. Подключаются, у провайдера есть фрейм-рилейс-свич. У них уже другое оборудование, более крутое. Оборудование, которое тоже уже понимает, ну, более высокоуровневое, оно уже тоже заходит в интернет-пакеты, заглядывает, да, и который провайдер уже внутри себя, получается, да, он строит вот эту вот виртуальную сеть, да, и внутри себя он уже маршрутизирует наши пакеты. Вот. Соответственно, это... Первое время боялись на это подключаться, потому что непонятно, как там провайдер внутри себя все это маршрутизирует, да, как же там скорость, если там чего-как, вот, провайдер, и вот тогда провайдер ввел вот на минимальную скорость работы, вот, соответственно, и пришлось... Ну, при подключении к провайдеру мы уже как бы указывали, ну, в договоре прям четко прописывали, да, какая у нас скорость должна быть, и провайдер уже обязывался нам, да, эту скорость предоставлять. Что-то я быстро сегодня закончил, так, у меня последний слайд. Может быть, вопросы. Овации. Натан. В этом время на ревлее какая-то топология используется? Целая или не обязательно? Не обязательно. По факту у нас получается, видишь, рулит провайдер всем этим делом, да, и он понимает, что у нас еще в пакетах... Так, сейчас, кто-то мне может быть нарисовано. Мы просто добавляем в нашу пакетку куда угадатель нашей площадки. Что-то где-то мне не показывают. В общем, там, как у нас есть, там, макадрис, да, и IP-адрес, и всякие такие штуки. Вот. Ну, идентификатор, да. У нас, по факту, у нас сюда добавляется идентификатор нашего, нашей удаленной площадки. Да, именно для протокола премьерной. И провайдер уже сам между собой у себя как-то разруливает, да, на своем устройстве, на своих. То есть, получается, точно так же снаружи это выглядит, как соединение точка-точка, да, для клея? Да, да, так и получается, да, что у нас соединение как бы виртуальное получается, да. Для нас вообще кофигу, как там что происходит, по большому счету. Внутри одного ли провайдера все это было? А? Внутри одного провайдера или несколько? Внутри твоей работе. А вот хороший вопрос. Ну, наверное, я думаю, что, наверное, он должен как-то был поддерживать между собой чеки. Между этими провайдерами, да, наверное. Такой исторический протокол, да, соответственно, я как бы не особо с ним работал и так. А что у нас потом выросло из точки-точки? КПКТОРы? КПКТОРы у нас. КПКТОРы, а еще это... КПКТОРы? КПКТОРы, КПКТОРы? КПКТОРы. Макадрес это адрес нашего устройства, нашей сетевой планы. По факту. У нас макадреса тоже, у нас они бывают трех видов, соответственно, да, там адрес устройства, групповой адрес, и адрес, который на всех мы, наверное, мы рассылаем, да, макадрес, чтобы всем устройствам получили его. Соответственно, каждое сетевое устройство, каждое устройство в сети имеет уникальный бак-адрес, что мы могли идентифицировать. Так же, как у нас устройство сети должны иметь уникальный IP-адрес, ну, конечно, со звездочкой как-то, да? Ну, я потом еще расскажу, когда будет машинализация. Так же бак-адрес тоже должен быть уникальный. По идее, вообще там во всем мире. По факту это, конечно, не так, но ничего страшного не происходит, если там у нас есть несколько неуникальных. Ну, как бы желательно, чтобы было так. По крайней мере, так все это было задумано. Все тогда. Ч Bite Us Эхо Видил Продолжение следует...